В моем городе слишком много Ворота Тороса защищал Никита Циркуль, и это был его первый полноценный матч за нашу команду в сезоне. Пришлось нелегко. Металлург открыл счет на 10-й минуте, отличился Сергей Барбашов. Следом Павел Медведев удвоил цифры на табло. На это хозяевам потребовалось менее полутора минут. Но надо отметить, что в этой ситуации сплоховала и оборона Тороса. В начале второго периода Даниил Скориков зарабатывает удаление. Гости остаются в меньшинстве, да еще и Егор Дубровский подставился под очередной бросок, на какое-то время выбыв из игры. В итоге нефтекамцы отбивались втроем против пятерых, и Кирилл Маслов довел атаку до логического завершения. Тороса ступает со счетом 0-3. В последней игре прошлого сезона результат был тот же, но только тогда нефтекамцы вырвались вперед. В середине матча Новокузнецк вовсе довел счет до разгромного. Денис Дюрягин воспользовался отскоком шайбы от щитка голкипера и отправил ее в дальнюю девятку. 4-0 в пользу хозяев. А дальше нефтекамцы доказали, что столь стремительное развитие событий нашу дружину сломить не способно. Под конец второго периода, когда Торос играл в меньшинстве, Глеб Кузьмин в одиночку прорвался в зону хозяев льда и сходу поразил ворота соперника. «Металлург» восстановил разницу в четыре шайбы в начале заключительного периода. Хозяева устроили пожар на пятаке нефтекамцев, и Егор Морозов отыскал лазейку в обороне гостей. За 8 минут до финальной сирены вновь отличилось это звено, но только теперь авторами голевых передач стали Никита Воронин и Илья Баранов, а экс-капитан «Металлурга» Артем Чернов передал привет бывшим одноклубникам. Поражение не пошатнуло турнирное положение Тороса, так и остались на 12-й строке таблицы, во всяком случае пока. Но впереди небольшой перерыв. Свой первый домашний матч Торос проведет 2 ноября с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Хороший соперник, мы готовились, знали, что команда хорошо готова, тем более у нас был перед этим тяжелый матч, мы понимали, что нас может не хватить, так оно и получилось. Хорошо, что мы забили голы, сделали какой-то запас себе. Не совсем хорошо вошли в игру, пропустили вот такие необязательные шайбы. Ну, скажу так, молодцы, что сражались до конца, где-то имели преимущество во втором периоде, переломили, но не реализовали свои возможности. И опять же повторюсь, что молодцы, что не сдались, бились до конца, были в игре. К сожалению, проиграли. Субтитры создавал DimaTorzok